добрый 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 день дорогие зрители моего канала марина цветы я продолжаю для вас снимать видео беседы на природе мир в котором я живу мы с вами встречаемся у меня в цветнике в саду а вот посмотрите как красиво окружает меня какие стихии я имею возможность работать и наблюдать и вода и небо и такие прекрасные растения и трав конечно природа настолько красиво и нежна в эти дни что мне очень захотелось именно вот в таком уютном уголке на природе поговорить с вами просто по душе дорогие мои зрители сегодня тема которую вы просите меня озвучить это тема второго брака новые зрители моего канала могут быть удивлены что канал марина цветы и вдруг здесь ведутся такие беседы но постоянные зрители канала марина цветы знают что мой мир окружен цветами мой мир это мои дети я многодетная мама и мой мир это моя работа работа которая позволяет мне не только наблюдать за жизнью многих-многих тысяч тысяч людей но я надеюсь и помогать им в трудную минуту я очень своеобразный блогер очень специфический и девиз мой на ю тубе что я пришла не себя показать она вас посмотри и вопросы которые вы мне стали задавать они очень интересны и они важны не только для вас я хочу озвучить и поговорить с вами на эти темы для того что может быть кому-то эта тема тоже важна и в данный момент очень очень тревожно поговорить я хочу сегодня с вами о втором браке женщины девочки задали мне вопрос как вести себя во втором браке ну разговор о том что сколько раз можно выходить замуж мы не затрагиваем конечно брак должен быть один должна быть прекрасная дружная семья безусловно даваются обстоятельства что очень часто вы или поторопились или молодости совершили какую-то оплошность или как мы с вами говорили не предприняли все попытки для того чтобы сохранить первый брат и все-таки использовать все свои резервы и ресурсы характера и психологии для того чтобы создать крепкую дружную семью но коли так сложилось что вы планируете второй брак или вы уже в гражданских отношениях второй раз а бывает и несколько раз бывает официальных два брака а бывает и 34 официальных брака и конечно очень обидно если вы постоянно сталкиваясь тем что проходит 35 лет если определенные кризисные периоды и вы опять остаетесь одна задаете себе вопрос может быть проблема в вас больше что же происходит но но чаще всего и после первого брака разрыва вы чувствуете себя подавленной обиженной разочарованной не оправдались ваши надежды тем более мечты молодой девушки и очень хочется чтобы вторые отношения я уверена официально не принесли вам разочарование или еще более печальные много-много лет были потрачены в пустую поверьте мне дорогие мои женщины мои зрительницы хотя и мужчины смотрят мой канал если так случилось что вы неправильно сделали свой выбор первый раз хотя это очень сложно судить заочно чаще всего это просто эмоции психологические были очень такие зашкаливали и два амбициозных человека просто не нашли подход друг другу что же делать чтобы второй брак тоже не получился у вас критически но прежде всего я конечно хочу призвать к тому что без чувств без любви не решайте свои жизненные вопросы всегда должна быть симпатия всегда должна быть нежность должна быть любовь жизнь очень сложна и очень многие могут вам говорить это не твой партнер он недостоин или допустим парню говорить это не твоя девушка у тебя должна быть королева или наоборот это королева а тебе надо было кого-то поскромнее найти это все очень индивидуально поэтому никогда не прислушивайтесь к общественному мнению слушайте свое сердце обязательно у вас должна быть нежность и любовь и есть такой тренинг когда даже вот сложную минуту если вот во втором браке у вас какая-то кризисная ситуация и вас зашкаливает эмоции например вас не понял муж или обидел или что-то купил или не посоветовался с вами принял какое-то решение но любые вопросы могут быть конечно на своем канале проблему алкоголя измены я не могу обсуждать потому что эта тема очень категоричная и для меня она недопустима я говорю больше о эмоциональном непонимании и вы очень возбуждены вы реагируете вы накручиваете сами себя очень часто бывает проблема сопровождает следующая проблема буквально ком вот таких вот событий идет один за другим и вы устаете у вас безысходность и вы понимаете что вот-вот и второй брак может у вас расторгнуться и вы снова разойдетесь и вы снова остаетесь одна очень часто вот так устаете от этих проблем что сами себе говорите мне легче быть одной мне дешевле жить одной поверьте мне это тоже только ваши эмоции ваша усталость или вы просто уже не видите резерв своего характера чтобы изменить свою ситуацию очень часто очень часто когда я встречаю женщины которые уже самостоятельно приняли решение о том что они расходятся в первом браке или во втором вы знаете у меня есть очень легкий способ остановить и это решение он очень легкий способ потому что я всегда должна быть нейтрально по отношению к решению человек который вот кризисной ситуации и тогда я очень мягко деликатно своей себе теницы начинаю рассказывать о том как хорошо сложится жизнь у ее мужа после нее и рассказываю ей что ты подаришь его буквально через год через два ну например молодой женщине или одноклассницы или просто сослуживица какой-то и ваш муж настоящий прекрасный добрый человек будут воспитывать чужого ребенка будут помогать тем родителям он будет ухаживать за той женщиной он будет обеспечивать ее и они проживут долгую долгую счастливую жизнь дорогие мои зрители конечно мне очень легко я знаю много приемов манипуляции проблем и кризиса и вот такой небольшой тренинг который я провожу со своей собеседнице очень часто трезвеет моя собеседница только от тех слов что ее партнера очень скоро все сложится очень хорошо и удачно потому что он добрый заботливый он может приготовить он может убрать квартире он очень интересный собеседник может быть творческий человек а когда я заостряю внимание на то что моя собеседница очень часто и второй брак теряет у нее впереди не очень красочная картина семейной супружеской жизни подрастают дети очень сложные подростки которые требуют решения вопросов и очень часто мама не может справиться одна с тем чтобы парня или дочку просто привести к какому-то стабильному состоянию и тогда женщина о многом задумывается успокаивается и мы находим способы когда еще раз и еще раз попробовать восстановить свои отношения и действительно вспомнить мои слова и мой девиз что только после того когда сам скажешь себе что все я сделала все что я могла только после этого действительно вы можете принимать решение поэтому практически концентрируя всю свою информацию всех кто сейчас находится в кризисных отношениях или на грани развода я могу вам рассказать вот такой психологический тренинг что ваш партнер через год через два через три очень прекрасно будет жить с прекрасным добрым человеком а вы можете еще много-много лет находиться в поиске или просто вот так вот от безысходности проживая свою жизнь конечно мы должны быть самодостаточной мы должны работать мы должны путешествовать мы должны быть интересными людьми но вместе с тем даже такие сложные отношения с партнером с мужем например данном случае это тоже очень интересно это ваш тренинг это ваша практика это показатель того какая вы умная какая вы сильная какая вы интересная женщина и вас все все будет вашей семье хорошо потому что все ваших руках вы любима вы любите и эта жизнь создана для нас для того чтобы годы не пролетали в уныние или в какой-то депрессии а чтобы каждый день каждый вечер вы наслаждались любовью близостью родного человека чтобы вас окружала в семье и родные ваши и детишки и друзья и чтобы вы были самой счастливой и любимой женщины дорогие мои друзья вот такие небольшие видео беседы я решила с вами проводить вот летом на природе для того чтобы прежде всего и показать свой мир в другом свете не только мой мир цветы сад и огород ну и вот такая прекрасная природа в которой мы живем наполняемся энергией тишиной красотой и конечно нежностью спасибо что вы были со мной ставьте класс если вам темы беседы интересно подписывайтесь на мой канал и мы не потеряем друг друга